Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии недели. Снова мы следим за тем, что происходит на финансовых рынках, анализируем события, которые уже произошли, и, безусловно, смотрим вперед на повестку экономического календаря и, соответственно, на то, что может стать интересным для движения рынка и сплоцировать, собственно, динамику, больше отвечающую, скажем, высоким показателям волатильности. Сегодня мы, безусловно, будем анализировать то, что произойдет с канадским долларом. Это очень важно, потому что, судя по последней динамике, которую мы наблюдаем по паре доллар-канадец, сейчас снова возникли серьезные проблемы с четким позиционированием того, что происходит по поводу перспектив денежно-кредитной политики. И трейдерам, возможно, нужны дополнительные сигналы, которые позволят четко понять, почему у канадца сейчас не так уж и много шансов для того, чтобы демонстрировать бодрость, собственно, окрепнуть тогда, когда представители Банка Канады могут снова намекнуть нам в мягкой форме на то, что нет оснований для изменения процентных ставок сейчас, ну или, по крайней мере, в ожидательная позиция более предпочтительная. Сегодня, друзья, в 15.30 мы будем анализировать данные по рынку труда Канады. Это целый блок статистики. Спустя полчаса после этого состоится выступление заместителя управляющего Банка Канады Каролины Вилкинса, безусловно. Ее выступление будет посвящено именно перспективам денежно-кредитной политики. Я считаю, что сегодня у канадца есть причина, по которой ему придется закрыть день гораздо хуже текущих значений. И если к этому у нас появится возможность приурочить еще слабость нефтянки, хотя бы из-за эффекта пятницы, когда после состоявшегося ралли, который был очевиден на рынке черного золота, трейдеры начинают фиксировать, собственно, результаты. Это усилит только распродажи канадцы и позволит паре доллар-канадец, за которой мы следим восстановиться с текущих значений. Длинные позиции по-прежнему актуальны. Мы по-прежнему работаем с фундаментом, в соответствии с которым нет пока четких сигналов того, что Банк Канады будет повышать процентный ставок. Мы работаем с потенциалом снижения цен на нефть и продолжаем делать большую ставку на американскую валюту, которая, несмотря на небольшую коррекцию в рамках вчерашней торговой сессии, все равно остается лидером рынка. И когда мы вернемся в паре доллар-иена, я сделаю акцент на важный отсчет по инфляции, который оказался, я думаю, довольно даже неплохим. И те цифры, которые мы получили, сравнивая их с показателями двухмесячной давности, указывают на то, что, собственно, та же самая инфляция прогрессирует и готовит нас к сохранению представителями ФРС, да и в целом федеральной зерной системы, вот этой траектории последовательного повышения процентных ставок. В 16.15, практически через 15 минут, после того, как начнется выступление Каролины Вилкинса, будет вещать и господин Драги, который возглавляет Европейский Центральный Банк. То есть и евро сегодня тоже в центре внимания. Давненько мы Драги уже не слышали, с тех пор, как он выступал последний раз, это было, по-моему, три недели назад, было опубликовано очень много отчетов, преимущественно слабых. Мы еще ссылались на комментарии экономистов Европейского Центрального Банка, которые подчеркивали важность сохранения мягкой экономической политики. Сейчас у нас есть возможность сегодня послушать как раз лидера мнения и, безусловно, снова тот же самый комментарий и акцент на то, что без мягкой экономической политики еврозона сейчас не справится. Я думаю, что может стать неплохим подспорьем для усиления негативной динамики европейской валюты. Вот сегодня я дам вам еще несколько торговых рекомендаций с фактическими уровнями по евро. Сейчас, я считаю, прекрасный подходящий уровень для продаж прямо по текущим котировкам. И потенциал, уже если приурочить снижение к текущей торговой сессии, может составить не коррекция, не меньше 50 пунктов. Ну а теперь давайте подробнее. Начнем мы с нефтянки, которая отступила пока от 78 долларов за баррель. Сейчас котировки 77.32. Вчера мы видели, как трейдеры охотно с недюжным таким оптимизмом развивали бычье ралли, отыгрывая решение Трампа все-таки выйти из соглашения по ядерной программе с Ираном. У трейдеров была поддержка в виде еще и статистики по запасам нефти и бензина. При этом мы еще накануне отметили, что довольно странно отсутствие медведей на площадках, которые в принципе никак не проявляют. И я полагаю, что сегодня уже пора бы как-нибудь обозначить свое присутствие, потому что уже все форс-мажоры, которые могли бы стимулировать рост цен на нефть, они дисконтированы в стоимости. И более того, начиная копать глубже, мы приходим к выводам о том, что системно, структурно для рынка нефти ничего не изменилось. Вернемся к соглашению по ядерной программе. Вашингтон покинул его, в нем еще действуют и уже фактически подтвердили соответствие обязательствам и Англии, и Франции, и Германии, Китая, и собственно России, и самое главное, что Иран. Многие, скажем, скептики делали ставку на то, что если Вашингтон, собственно, разорвет соглашение, то характер может показать Иран, вернувшись как бы на зло к программе обогащения, собственно, Урана. Этого не произошло очень важно, потому что и, я думаю, сам Иран прекрасно понимает, насколько важно это всеобъемлющее соглашение. Я вчера приводил комментарии президента Ирана о том, что сделка будет сохранена и дальше, и все, что было обозначено Ираном, то есть программа ядерная заморожена, она таковой и останется. Это необходимый базис для общемирового экономического порядка. Те страны, которые я только что перечислил, не, скажем, пошли по пути США, и более того, сейчас остро критикуют решение Трампа выйти из этого соглашения. Но намерения аналогичные, собственно, не демонстрируют. Поэтому идея о том, что новый пакет финансо-экономических санкций, среди которых санкции на поставку иранской нефти на глобальный рынок, эта идея не так уж и состоятельна, если, вовсе сказать, вообще не работающая. Потому что если бы к этому соглашению, точнее к решению Трампа, примкнули бы и другие регионы, то да, иранскую нефть бы никто не покупал. Но в данном случае из этого соглашения вышли США, которые, в принципе, ее не импортировали. Поэтому негативный эффект, он может быть, возможно, сведен к минимуму. Также хочу привести вам в доказательство критики, которая сейчас имеет место быть в адрес решения Трампа, позицию Европейского Союза, которые отметили, что будут оспаривать решение США, особенно если оно приведет к каким-то негативным последствиям для интересов европейских предпринимателей и европейской промышленности. И будет оспаривать это решение, одностороннее решение США, выйти из многосторонней сделки в ВТО. Ну, я думаю, что как только этот комментарий был сделан, можно было услышать явный наш мешки со стороны США, поскольку отсылка идет к внешнеторговой организации, которую, как многие считают, в принципе, я разделяю такую позицию, вовсе не имеет никакого значения для Штатов, игнорируется, а кто-то говорит даже, что и полностью контролируется. Это тоже довольно интересная тема, но сейчас не будем тратить на нее время. Причин для того, чтобы продавать нефть, их сейчас уж точно больше, чем тех причин, благодаря которым можно ставить ставку на дальнейший рост, потому что у нас продолжают расти и показатели нефтедобычи в США. Вы помните, что на этой неделе мы зафиксировали вместе с... на основании данных, которые были опубликованы от администрации энергетической информации, очередной исторический максимум в 10,7. Нефти добывается все больше и больше. Для тех, кто не очень-то вдохновился идеей того, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана не приведут, не должны привести к никаким серьезным последствиям, хочу отметить, что даже если вы считаете, что эти санкции станут причиной нехватки предложения, то представители ближневосточного картеля уже заявили, что готовы в любой момент растить объем добычи и покрыть этот недостаток. Банков Америка, кстати, считает, что как раз вот эти вероятные, пусть и низко изменения, которые могут произойти в показателях спроса и предложения, станут причиной, из-за которой уже до конца этого года участники соглашения энергетического пакта, то есть страны ОПЕК+, снизят квоту по, собственно, сокращению, если раньше показатель был, ну и сейчас он действует, 1,8 миллиона баррелей коррекции в год, то эта квота может быть снижена примерно на 500 тысяч баррелей. Это вполне реально, я допускаю, что именно этот вопрос и будет обсуждаться на июньской встрече, соответственно, друзья, у нас есть такой фундаментальный, мощный ориентир, который должен всегда у нас быть, поскольку мы делаем ставку на фундаментальные события. И в данном случае вы понимаете, реализация этого ориентира фактически может стать первым шагом в пользу последующего отказа от вот этой сделки. И, соответственно, благодаря этому на рынке должен появиться фундамент для перезагрузки настроений и, собственно, обозначения того потенциала коррекции, который хотелось бы видеть уже довольно-таки давно. Доллар японская иена. Вчера в центре внимания было два отчета. Заявки на пособие по безработице и отчет по инфляции. Заявки 211 тысяч, то есть очень хорошие данные. Это показатели, которые соответствуют минимальным значениям с 1969 года. Это более чем крутой исторический рекорд. И ситуация по рынку труда через вот эти еженедельные отчеты по заявкам указывает на то, что уровень безработицы не просто сейчас оказался оправдан на минимальном значении за последние 18 лет. Ну и, скорее всего, вошел, скажем, в тот период, когда этот показатель является реальностью для экономики, должностью. И этот показатель, как минимум, будет удержан, если, скажем, ситуация даже не удержится еще больше. Поэтому 3,9%, как я отмечал, по уровню безработицы, это явно демонстрация того, что американская экономика достигла практически максимальной занятости. И дальше мы лишь ждем рост заработных плат и ждем, что это повлияет на рост инфляции. Соответственно, не забывайте про то, что нефтянка также напрямую влияет на то, что происходит с показателем индекса потребительских цен. Как раз инфляция – это вчера еще один блок сильных отчетов, на который мы обратили внимание. Индекс потребительских цен в месячном выражении вырос на 0,2% с прошлого спада на минус 0,1%, в годовом выражении 2,5% с 2,4%. И там, и там небольшой прогресс, но, наверное, в показателе инфляции в принципе не может быть большого прогресса. И я не понимаю, почему рынок так негативно отреагировал на данные, которые вышли. Хотя сейчас доллар и японская иена снова пытаются восстановиться, ну или, по крайней мере, серьезно не просел. И у нас по-прежнему рукой подать до сопротивления в 110 иен против доллара. Это уровень, за которым мы следим и на который ориентируемся. Сделка по доллару и японской иене – байлимит с отметки 109.20 в расчете, собственно, на ралли, которое должно состояться. Новозеландский доллар против американца. Если вы посмотрите динамику австралийского доллара против американского доллара и новозеландца, то австралийцы за слабости локальной американской валюты вчера немного укрепился. Ну, новозеландский доллар тоже, хотя здесь рост никакой существенный. Я напоминаю, друзья, то, что ни в коем случае сейчас не нужно отказываться от коротких позиций, не нужно бросать поиски хороших уровней для продаж эти валюты аутсайд. И хочу привести вам доказательства во вчерашнем комментарии заместителя, точнее даже управляющего Резервного банка Новой Зеландии Адриана Ора, который отметил, что реакция новозеландской валюты на последнее решение по процентной ставке и сопроводительное заявление была правильной. Это та реакция, на которую и рассчитывал Резервный банк Новой Зеландии. Напомню, что это реакция ослабления курса новозеландского доллара. Ну и не будем, наверное, повторять те же самые формулировки, которые используются еще Резервным банком Австралии, о том, что дешевая новозеландская валюта, в данном случае и более низкий обменный курс, создает, безусловно, более лучшие возможности для раскрытия всего потенциала экономического роста. Это комментарии, которые являются подтверждением мягкой экономической политики, поэтому, друзья, если вы еще не продали новозеландский доллар, рекомендую сделать это с уровня 0,70. Для этого нужно разместить отложку селл-лимита. Фунт против доллара. Это, пожалуй, главный герой фундаментальной вчерашней торговой сессии. Мы попробовали подойти к заседанию Банку Англии с оценкой всех тех причин, скажем, всех за и против того, что должно было быть озвучено британским регулятором и на что, самое главное, он должен был сделать оставку. Напоминаю, друзья, то, что та ситуация, которая сейчас развивается по паре фунт-доллар, она явно такая нетривиальная, необычная, потому что британская валюта в прямом смысле валится. Я бы даже сказал, что это неконтролируемое падение. Снижение за 3 с небольшим недели больше 700 пунктов. И какой бы отчет, какой бы комментарий мы бы не анализировали, он почему-то приводит к резкому ослаблению, собственно, британской валюты. Да, сейчас можно сказать, что трейдеры воодушевлились последним отчетом по заработным платам и более низкой инфляции, поэтому считают, что у британского регулятора нет аргументов, чтобы менять процентные ставки и вообще пересматривать текущий вектор денежно-кредитной политики. Вот почему мы вчера внимательно следили за тем, что будет сказано британскими властями. И в целом, друзья, я бы даже сказал, что те комментарии, которые мы услышали вчера, они являются доказательством того, что ставки будут повышены. Потому что был пересмотрен прогноз экономического роста довольно серьезно с 1,8 до конца этого года до 1,4. Соответственно, это первая причина, по которой сейчас все те, кто отвечает за экономическую политику, должны задать себе вопрос, почему темпы экономического роста падают динамичнее, чем прогнозируются. Прогноз инфляции был также снижен с 2,28 до 2,13%. Это тоже, скажем, тот прогноз, который лично у меня вызывает вопросы. Что касается председателя Банка Англии Карни, в ходе его выступления, он сделал заявление о том, что ставки будут повышены. И это фактически 100%. Как минимум один раз ставки будут подняты до конца 2018 года. Но вот эта агрессивность настроя к таким изменениям будет зависеть от опубликуемых экономических данных. Самое главное, что Карни признал необходимость повышения процентной ставки. И я снова хочу обратить ваше внимание, друзья, на очень, скажем, важные параллели, которые сейчас нужно использовать. И, наверное, аргументацию, которой нужно пользоваться. Почему Банк Англии должен быть более проактивным? Потому что если сейчас Банк Англии не вмешается в текущую ситуацию и не создаст условия для роста британской валюты, то с каждым процентом девальвации фунта индекс потребительских цен будет увеличиваться на 0,1%. То есть в связи с этим я могу сделать вывод о том, что потеря 700 фунтов за последние 3 недели уже фактически является сигналом того, что спустя 2 месяца мы будем говорить о показателе инфляции в Англии снова выше 3%. Это выше темпа прироста заработных плат. Поэтому лично мне крайне удивительно сейчас наблюдать то, что фунт все равно неуклонно продолжает испытывать давление. Фунт не окреп, даже после того, как Карни признал то, что ставки будут повышаться. Поэтому остается лишь только один вопрос, не является ли вот это снижение спланированной акции самого британского регулятора. Потому что британский регулятор, если бы у него действительно была такая задача, если бы вот эти риски действительно осознавались, в любой момент мог бы привести к росту британской валюты. Я предлагаю, друзья, сегодня понаблюдать за тем, как закроется торговый день. Если мы поймем то, что и эта неделя будет исключительно в минусовой зоне, текущей торговой сессии, несмотря на оправданное желание трейдеров подбить результаты под закрытие недели перед выходными, все равно не станет причиной локального, собственно, отката. Это будет сигналом того, что британский регулятор сам замешан в текущем ралли, и скорее всего по каким-то непонятным и абсолютно нелогичным сейчас причинам тащит британскую валюту гораздо ниже текущих значений. Но об этом мы, собственно, поговорим с вами уже в понедельник. Евро против доллара. Сегодня я отметил, ждем Драги, его выступление, комментарии в пользу мягкой экономической политики, а, соответственно, ждем и отдачу в виде ослабления курса европейской валюты. Доллар-канадец тоже уже было сказано, рынок труда и выступление Каролины Вилкинса, потенциал роста валютной пары. Я надеюсь, что канадец, по крайней мере, в дуэте с долларом нас не разочарует сегодня так, как вчера разочаровал британский фунт. И пару слов еще про американский фондовый рынок, который сейчас формирует самую настоящую ловушку для покупателей, потому что трейдерам, инвесторам, которые спекулируют этой секции, сейчас навязывают позицию того, что последний отчет по инфляции поставил крест на трех повышениях процентной поставки. Вы должны задать вопрос, почему крест, если у нас индекс потребительских цен вырос, почему трейдеры должны верить в то, что ФРС не будет агрессивно повышать процентные ставки, если медиана роста инфляции остается восходящей, когда параллельно еще растут доходности американских облигаций и довольно сильными отчетами характеризуются и другие секторы американской экономики. Доллар будет расти, это совершенно очевидный факт, ФРС будет повышать процентные ставки, и американский фондовый рынок сейчас снова в том состоянии, которое мы характеризовали с вами несколько месяцев назад, как состояние чрезмерной перекупленности. Потенциал коррекции, безусловно, еще не был исчерпан. Я думаю, что в ближайшие недели американский фондовый рынок ждут снова серьезной распродажи. Сейчас можно сказать, что американскую секцию, в том числе, как и многие другие, поддерживает еще и рост энергетического сектора. Это единственный драйвер, которым хоть как-то можно оправдать локальное восстановление. Поэтому при развороте все вспомнят про те самые проблемы, на которые мы также неоднократно делали ставку. И если вы спекулируете торговле фондовыми инструментами, индексами, NASDAQ, Dow и S&P, нужно, друзья, искать точки для продажи. Важные отчеты сегодня в 15.30 рынок труда Канады. Ждем удручающую статистику, ну или, по крайней мере, статистику, которая будет хуже прогнозов. Кстати, если мы сейчас посмотрим на предварительную оценку, вы поймете, что хуже, чем в прошлый раз. То есть вероятность этого сценария весьма высока. И при выходе слабых данных вероятность повышения ставки снова будет снижаться. Поэтому доллар-канадец сегодня лучше осматривает с точки зрения длинных позиций, то есть тех покупок, что, собственно, мы и делаем. В 16.15 выступают драги. И замыкать день будет отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Оно здесь даже и в случае прироста я не ожидаю серьезной динамики, потому что рынок продолжает вариться в теме решения Трампа о выходе из ядерной программы. Но правильные решения и выводы уже было бы пора сделать. И текущая сессия, она может как раз стать потенциальной точкой разворота, которая позволит нам говорить о достигнутых предельных значениях. Потому что нефти больше расти фактически не на чем. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, закрытие недели и, безусловно, хороших выходных. Увидимся мы с вами в понедельник, как и всегда, в 9.30 по московскому времени, в прямом эфире, через перископ на ежедневном брифинге. Всего доброго. До свидания.